всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф-влог кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной приятного вам просмотра я сейчас готовлю ужин на ужин у меня будет просто салатик дайкон и капуста я сегодня просто решила вот таким вот простым образом все это нашинковать хотя у меня есть измельчителя но мне вот хочется сегодня так для разнообразия но я буквально разовую порцию делаю сейчас все это быстренько нарежу и когда я беру большой измельчитель когда мне нужно много для чего-нибудь начинки сделать а сейчас нормальным так в общем салатницу это у меня оливковое масло с трюфелем он там болтается так и в этот раз я буду использовать заправку ореховую но самую малость тут маленький пакетик а я буквально несколько капелек добавляю ну потому что это не совсем полезно а тут чисто для в основном ароматы и легкого орехового вкуса так что мне этой маленькой упаковки хватит надолго так пусть настаивается ну вот такой получился салатик ромашковый чай так а сейчас я буду мыть морковь потому что купила и она у меня тут лежит пару дней пока не завяла надо все это помыть натереть у меня специально такие перчатки они похожие на косметические массажные но на них написано овощи и мне кажется что они чуть чуть более жесткие штука довольно таки удобная классно очищает овощи так что я покупаю морковь немытую но только единственная смотрю чтоб там не было земли в большом количестве тем более влажный потому что это все прибавляет вес ну вот сейчас отрежу по краям все лишнее но это довольно все быстрый процесс я так запариваюсь иногда и потом у меня надолго нет с этим никаких проблем потому что все в замороженном виде попать пакетикам по маленьким порциям так что это удобно так ну и теперь чищу морковь и киевской овощечисткой она у нее ручка прорезиненная тоже удобно хорошо чистит вообще замечательно по моему это икея насколько я помню в икея с мамой покупали на это также уходит очень мало времени как-то я так привыкла но то что для меня это проще чем каждый раз все это мы чистить лишний раз мыть опять же посуду то есть по факту если это делать каждый раз при приготовлении пищи на это уйдет все равно больше времени чем вот так а так то в принципе ну потратишь ты полчаса зато потом насколько легко я так и собаки еду готовлю все по вытаскивала в кастрюлю кинула так теперь я готовлю морковный пирог нужно масло растопить так а это как раз таки я решила попробовать меня просили опробовать и потом сказать свое мнение вот на яйца в бутылке так что будем пробовать рецепт пирога нашла просто вот в яндексе в белом морковный пирог и в общем то первый рецепт там где без тыквы самый простейший моркови тут 200 грамм надо муки 200 грамм сахара 100 грамм два-три яйца ванильный сахар кто любит сода гашеная лимонным соком но я гашу уксусом так что тут уже перемешиваю все ложкой хотя можно насадки поменять у миксера и там специально для такого вот густого уже теста но я это ладно сделаю ложка мне не хочется сейчас морочиться с этим ну и вот в общем уксус и сода пирог получается вкусный вот я один раз делала мне понравилось так сразу все помыть так ну и вот пироги в духовке так теперь буду делать фарш для пельмени это куриный фарш но тут у меня мексиканская соль перец черный красный но это все по вкусу я кстати не показала как натираю морковь но я думаю многие знают какая у меня терка декор она просто потрясающе такая механическая ну кто не видел в каком-нибудь влоге покажу все равно буду делать дранники так получилось тут чеснок добавляю тоже выдавливаю ну в общем все по вкусу ничего особенного мне нравится делать домашние пельмени иногда классно на ужинах сделать ну и соответственно тесто тоже буду использовать яйца в бутылке я штуку очень хорошая даже пельмени получились два таких противня как и собиралась я испекла 3 морковных пирога ну во первых потому что хотелось поэкспериментировать а во вторых потому что сразу в духовку удобно положить у меня три силиконовые формы помещаются и таким образом хотя бы не впустую плита 15 минут разогревается и гоняет электричество вот и вы знаете просто чудеса я ж накосячила в первый пирог я положила три ложки еще вот этого меланжа и подумала что это я как три яйца положила я за просто я была сегодня в ком-то таком насыщенный был скажем так день и я на своей волне положила значит три ложки подумав что этот три яйца но на самом деле это считается как одно яйцо и я так понимаю как вот этой вот категории какой там ноль или как она называется которые самые такие большие ну вот потом а я еще не сразу это поняла и когда стала второй раз тесто за замешивать я положила две ложки думаю ну типа попробую как два яйца и смотрю по консистенции тесто такое же нормальная и потом я уже думаю ну когда обнаружила что ошиблась думаю окей раз требуется два яйца я положу 6 столовых ложек как положено для эксперимента вы знаете вот все одинаково одинаковая консистенция получилось выпекалась все это в одно время и выглядит все это вот и по вкусу все одинаково единственное только что вот этот пирог здесь 6 столовых ложек меланже она форма у меня круглая то есть там тесто видите как бы то есть вот высота такой формы вот она и вот высота этой формы ну потому что она как бы больше и тесто растеклось но в целом то все получилось один в один и по вкусу и по всему короче чудеса не ну отлично тогда можно класть две столовые ложки и прекрасно будет в пельмени в тесто требуется одно яйцо но я по-честному положила три столовые ложки ну и вот тут я как раз поняла что это вот самая такая категория которая яйца крупные потому что тесто чуть-чуть влажноватое получилось но мне это не проблема потому что я ну как бы добавила чуть-чуть муки и все замечательно получилось вот как то так мое мнение стоит ли покупать такие яйца в бутылке я думаю что вполне можно единственное только если вы только начинаете что-то печь то есть особо там может быть опыта большого с тестом не имеете или вообще только-только начинаете лучше конечно использовать яйца обычные наверное либо 1 либо вот этой нулевой категории а если вы опытная хозяйка то наверное вполне себе можно покупать и в бутылке сейчас это прям особенно актуально когда все с пасхой все подорожало но я думаю что ценник сейчас будет опускаться на яйца но тем не менее вот к тому или если не для выпечки то тоже можно брать потому что если у вас например вот эти 12 яиц за пять дней вы уверены что используете то тоже очень выгодно воскресенье утро гуляю с ушастиком нормальная погода это уже парк ходынская поле циск авиапарк вот фонтаны уже заработали ну и не только там и у динамо в сквере там тоже фонтаны я не стала снимать что-то мне было лень тут он видите какое развлечение катаются на самокатах здорово на самом деле так ну а я уже в шезлонге лежу у меня сегодня невралгия все-таки заставила себя погулять ну погода нормальная не жарко не холодно хотя у меня даже руки немножко замерзли очень тут красиво все уже благоустроили после зимы привели в порядок покрасили красотища конечно туй вот мне очень это место нравится сегодня уже следующий день вчера у меня честно говоря не было ни настроения ни сил снимать ну потому что не здоровилась вот давайте сегодня покажу что я приобрела ну во-первых куриные вот эти суповые наборы для собаки я взяла недостающие 4 патч 4 упаковки наконец-то они там появились большом количестве все-таки видимо несколько дней подряд я доматывалась до работников ашана и явно им надоело и наконец-то стали заказывать в нормальном количестве но мне хотелось бы в это верить по крайней мере я там была не самого утра и в большом количестве они лежали ну в общем то да я умею доматываться до всех и каждого надо кстати следующий раз домотаться до них чтоб эти куриные лапки там были они мне очень нравятся и что-то у них явные какие-то перебои но у меня-то в запасе в морозилке их достаточно лежит но вообще а и чем еще проблема это с небольшими но с курицей к которой это как они цыплята называются но чтоб не более килограмма тоже какая-то проблема потому что у меня вот две курятины заморожены но принципе я бы не отказалась еще парочку приобрести ну ладно давайте покажу что еще купила то что суповые наборы уже сразу положила в морозилку так я взяла вот такое как она сито в раковину я честно такие вещи не очень люблю вот но как взяла необходимо сначала я увидела по 17 рублей но у меня не было уверенности что сито подойдет потом рядом за 50 по моему чем-то или за 30 чем-то было сито я уже хотела его взять потом смотрю по 5 рублей вот такое пластиковое ну как раз таки я подумала что для таких товаров самая идеальная цена потому что даже год я пользоваться им не собираюсь то есть раз пару месяцев я все равно буду менять понятно что я буду каждый раз мы все такое но тем не менее для меня вообще вот в раковине вот такой коврик ну решетка такая я тоже беру ваша не по моему либо менее 20 рублей либо 20 рублей ну плюс-минус там цена вопроса я тоже как минимум там раз полгода стараюсь менять хотя постоянно мою и все там в порядке и держатель для масла тоже по моему 20 с копейками стоит ваша не безусловно я периодически мою но если там появляются какие-то загрязнения которые трудно отмыть я чем-то меняю ну потому что это действительно цена вопроса менее 50 рублей вполне можно дальше я взяла случайно попалась мне на глаза от хаос корицы с яблоком я вообще обожаю корицу и сочетание корицы с яблоком мне нравится но я еще ни разу не брала ну вот уже через упаковку я чувствую запах корицы и поскольку я буду пользоваться я сразу же сейчас открою так сейчас минутку ну да яблочная нотка она ощущается довольно таки приятно так что посмотрим как в действии поскольку в ближайшее время ну я только возможно в следующее воскресенье поеду в ашан скорее всего поэтому я взяла две упаковки гречки марки каждый день для собаки ну потому что им мне на месяц одной пачки хватает но 2 не знаю если не хватит до куплю но пока одной хватит а вот собаки одной пачки хватает на три дня поэтому я как раз посчитала что до воскресенья вот две пачки ему будет отлично потому что ваша не как я уже рассказывала гречка и по качеству вот это лучше она вкуснее ароматнее ну и по цене выгоднее хотя на 100 грамм меньше но тут в общем то в приоритете качество потому что я например не могу из пятерочки вот эту недорогую гречку есть я просто вообще не вижу честно говоря смысла переплачивать поэтому стараюсь рассматривать вот такие варианты даже для себя хотя учитывая что мне там одна пачка максимум две в месяц уходит то в принципе можно купить и дороже вот кинула также в тележку один рулон бумаги без втулки она хорошая качественно от пятерочки качество всегда разное у такой бумаги бывает там марка красная цена она то мягкая то не очень но тоже беру когда не охота из-за аша навести там у меня была одна еще канцелярская незначительная покупка но ее я уже покажу в хобби влоге а еще сейчас покажу что я взяла дело в том что вы знаете что я праздники вообще не отмечаю и даже в том числе и пасху я там не крашу яйца хотя когда я поеду на кладбище разумеется я отвалю яйца сделаю там этикетки все такое но так я не заморачиваюсь хотя я ничего против пасхи или любого другого праздника не имею но как бы не хочу с этим заморачиваться то есть если у меня это не совпадает с каким-то настроением я не заморачиваюсь и стараюсь чтобы жизнь шла своим чередом и ну то что я вообще живу как мне нравится ну так вот и соответственно кулич я тоже не собиралась брать а я как раз вот в пасху ты ездила ваша но я не собиралась брать кулич потому что у меня в морозилке всегда есть своя выпечка вы знаете я пику и всегда и шарлотку и чайный пирог сейчас еще там морковный хотя я много чего умею просто я ну как бы пику то что мне нравится вот у меня всегда это есть и сейчас я как раз делаю на месяц всякие заготовки поэтому с выпечкой и тем более проблем нет но в этот раз я все-таки хоть и не собиралась но взяла тот самый кулич потому что прихожу ваша она сразу при входе смотрю на рот извините спамеры уже просто за задолбали вот подошла смотрю куличи ну там а разный ценник и в том числе большой кулич 500 грамм стоит 24 рубля с копейками ну 25 я значит думаю ну ладно по такой цене можно взять чисто как выпечка и но и плюс думаю ладно праздник с чаем попить взяла 4 кулича потом смотрю следующий такой островок с куличами там что-то народу нет сначала я подошла те же самые куличи стоит 19 рублей с копейками но я те выложила сразу думать что-то 25 стала дороговато взяла за 19 с копейками там читайте 20 рублей но я уже взяла пять штук думаю чтоб и на кладбище и так но на сроки годности я не посмотрел приехала домой смотрю он прям вот свежий то есть в день покупки воды произведен а я и я потому что думала но может уже как бы сроки подходят то есть как бы в этом ничего страшного но я так готовилась что скорее всего может быть он будет суховат в общем вот такой кулич ну собственно говоря довольно таки симпатично выглядит это оказалось там кстати был цель написано что вообще его цена типа 199 рублей с копейками ну там без одной копейки 200 вот и но он произведен как бы в ашане непосредственно ашаном хабинское поле здесь вот цена 19 19 90 короче говоря он был изготовлен упакован 2 мая и вот годен до 7 мая и могу сказать что он абсолютно не сухой там достаточно много изюма у него классная такая глазурь посыпка то есть он реально вкусные вот у него еще посмотрите вот здесь вот как все красиво короче хороший достойный кулич так что в принципе я вовремя в нужном месте в нужное время оказалось потому что купила кулич и не сильно потратилась в итоге я потратила 100 рублей на целых пять куличей один я отвезу на кладбище один мы вчера с ушастиком слопали и соответственно остальное просто порежу на кусочки и как всегда кину в морозилку и можно будет периодически баловаться но почему нет если на качество хорошая цена дешевая даже несмотря на то что я сама что-то пеку почему бы не приобрести прикольно же тем более сама я не буду этой посыпкой заниматься конечно кто-то скажет что собакам выпечку нельзя но знаете как бы нельзя в большом количестве а периодически очень даже можно праздник и у собаки тоже должен быть праздник почему вы не а вот ну конечно сейчас ему придется я там буду печь и яблочный пирог и чайный но понятное дело сразу он он привык что я водопеку я сразу его угощаю но поскольку ему перепало достаточное количество кулича то конечно в ближайшую неделю а то и две ему вкусняшки такие не светит потому что нельзя часто давать собаки такие вещи потом угощу ну и соответственно вот один кулич съеден и 44 имеются в запасе я вот то что какой-то повезу из них на кладбище я вот тоже думаю что я же поеду после 7 числа и наверное также разрежу и заморожу потому что но как бы все равно там на кладбище как правило выпивающие люди и бомжи ходят ну как бы собирают все это едят ну и не хочется чтоб там было что-то просроченное хотя опять же с куличом ничего такого глобального не случится кроме как если он засохнет но это тоже некрасиво я считаю поэтому я лучше порежу но все равно его там надо будет резать поэтому я лучше сразу порежу заморожу и в день когда поеду вытащу пока доеду тесто же быстро растаивает он будет нормальный как бы свежий адекватный я даже не знаю ну да и так положу в общем даже если птички будут скорее всего клевать это хорошо пусть нормального качества клюют они абы что так что в очередная моя поездка ваша была такой выгодный достаточно выгодный погода у нас сегодня прям супер мрачная так что хорошо что я все-таки несмотря на не очень хорошее самочувствие связанные с невралгией все равно поехала погулять потому как но по крайней мере подышала воздухом походила конечно я 25 километров как сюда не прошла но по моему 18 что ли я прошла километров это тоже вполне себе нормально но я правда на шезлонге долго лежала потому что нужно было чтоб немножко так приступ невралгии прошел по раскрашивала там кофе попила правда ветер было я даже потом поняла что у меня аж руки немножко замерзли но я даже не переживаю насчет простудиться то что я когда домой приезжаю я всегда на ночь если я где-то долго хожу то у меня вот есть аюрведический бальзам стронг и я им всегда так на ватную палочку и мама мажу нос причем так чтобы даже чуть-чуть как бы потом через пару минут попадает в горло то что он как бы и когда им пользуешься и насморк не появится если он уже есть даже будет нос полностью забит как бы проблема решается за несколько минут вот ну и конечно всегда на ночь если я где-то очень долго шатаюсь либо с таблетку аспирина либо парацетамола пью поэтому как бы я вообще к этому отношусь проще и сегодня я уже в нормальном состоянии ну что ж это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья хорошего настроения вдохновения во все с прошедшими и с будущими праздниками до скорой встречи пока пока